Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. 280 жителей столицы заразились коронавирусом за последнюю неделю. Из них один ребенок. Из-за роста заболеваемости открывать дежурные группы для пятых классов столицы не планируют. Об этом сообщили в Управлении образования. Нур-Султан по-прежнему находится в желтой зоне по распространению ковида. Вопросы о формировании дежурных групп будут рассматривать на очередном заседании межведомственной комиссии. В Алматы два дежурных класса закрыли на карантин из-за коронавируса. Дети заболели. Оба случая выявлены в частных школах. Все сдали ПЦР-тесты. Результаты оказались отрицателями. Но группы закрыли для профилактики. Об этом сообщил заместитель главы управления образования мегаполиса. По данным Кайрата Жуманова, в первой четверти 26 алматинских школьников заразились коронавирусом. Практически все они учились дистанционно. После каникул вернуться в школы разрешили пятиклассникам. Для них сформируют дежурные группы. В международных школах обучение смогут продолжать семиклассники. Ограничения для всех одинаковые. В каждом помещении одновременно могут находиться не более 15 человек. К обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Право выбора обучения детей в дежурных классах принадлежит родителям или законным представителям детей. В первой четверти количество заболевших детей КВИ составило 26 человек. Из них двое человек обучались в штатном режиме. Все мероприятия будут проходиться внутри класса, но не внутри школы. То есть объединение между классами, как мы привыкли раньше, в актовом зале, в спортивном зале, таких мероприятий массовых не будет. Уже пять повторных случаев заражения вирусной пневмонией выявили в Павлодарской области. По данным регионального управления здравоохранения, вновь заболевшие пациенты намного тяжелее переносят недуг. Сейчас в стационарах получают лечение 288 человек. Трое в крайне тяжелом состоянии. Один подключен к аппарату ИВЛ. Среди заболевших больше 30 медицинских работников. Сейчас мы проводим эпидемиологические расследования. По заболеваемости, большая часть это все-таки бытовые условия. Скажем так, это контакты. Контакты дома, контакты еще где-то. А профессиональных, например, где у нас непосредственно инфекционные стационары, заболеваемости в инфекционном госпитале нет. Так что наши меры, это наличие СИЗов, проводимое обучение, оно дает свои положительные моменты. Затор из автомобилей образовался в Итуравской области на границе с Россией. У многих водителей, въезжающих на территорию Казахстана, нет ПЦР-справок. Их наличие обязательно. Это прописано в постановлении главного государственного санитарного врача. Для решения вопроса на сопредельные пропускные пункты Курмангазы и Хараузек отправили в мобильную лабораторию. Аналогичная очередь возникла и на границе с Китаем. В пункте пропуска Нуржола в результате переговоров количество транспорта, принимаемого Поднебесной, удалось увеличить в 4 раза. С 20 до 80 единиц. К 53 миллионам приближается число тех, кто переболел или продолжает болеть коронавирусом. По числу инфицированных лидируют США. Там сегодня снова побили антирекорд. Далее следуют Бразилия, Индия, Франция и Россия. Какова ситуация у стран-лидеров печального рейтинга, расскажет Тасим Хасенхаза. Сейчас власти этих стран оценивают эффект от действующих карантинных мер и не исключают введения новых. США лидируют не только по числу зараженных, но и по количеству жертв. С начала пандемии ковидом заразились более 10 миллионов 600 тысяч американцев. 242 тысячи жителей с болезнью не справились. Сегодня Соединенные Штаты снова поставили рекорд за день. Больных стало на 163 тысячи больше. Всплеск заболеваемости эксперты связываются с похолоданием, а также с тем, что жители не соблюдают рекомендации специалистов. У нас сейчас праздники идут подряд. Недавно прошел Хэллоуин, из-за которого пошла новая вспышка, которую мы видим в Калифорнии и в целом по стране. Скоро будет День Благодарения, а потом Рождество. Жители должны понимать, что из-за пандемии в этом году все по-другому, не как обычно. Поэтому необходимо сохранять бдительность, носить маски и ограничить количество людей, собирающихся вместе. На второй строчке антирейтинга Индия. Там с начала эпидемии вирус обнаружили у более 8 миллионов 700 тысяч жителей. Тем временем в стране намерены отказаться от ПЦР-диагностики населения. По заявлениям местных властей, она неэффективна и лишь создает нагрузку. Экспресс-тесты более практичны и экономически выгоднее, считают чиновники. Стоимость ПЦР-теста в несколько раз превышает стоимость теста на антиген. Да, он эффективен, но было очень много случаев, когда его проводили человеку здоровому. На это уходило много времени и человеческих ресурсов. Тест на антиген сразу покажет, стоит дальше изучать этого пациента или нет. Если его вирусная нагрузка невысокая, значит он не опасен и не сможет передавать вирус другим. Так мы разграничим людей на безопасных и распространителей. Завтра в Индии начинается крупнейший религиозный праздник Дивали. Его еще называют праздником огней, однако в этом году он пройдет иначе. В ряде регионов запретили использовать фейерверки. Они ухудшают качество воздуха, что способствует распространению инфекции. Жители тем временем готовятся к праздникам и совершают покупки. Многие ходят по рынкам без масок, а социальной дистанции вообще речи не идет. Была изоляция, из-за этого многие остались без работы. В этом году и Дивали будет скучным. Принимая во внимание все ограничения, особого удовольствия жители не почувствуют. На третьем месте по числу инфицированных Бразилия. В этой южноамериканской стране вирус подтвердился у 5 миллионов 700 тысяч жителей. Власти решили возобновить клинические испытания китайской вакцины против COVID-19. Коронавак. Ранее тестирование прекратили в связи с серьезным побочным эффектом. По предварительным данным, причиной стала смерть одного из волонтеров. Позже специалисты заявили, что инцидент не связан с испытаниями. На четвертом месте печального антирейтинга Франция. Там выявили более миллиона 800 тысяч случаев. По словам властей, пик заболеваемости пройден. Однако давление на систему здравоохранения сохраняется. 95% коек в реанимациях заняты пациентами с коронавирусом. 1 декабря, как планировали, страна из локдауна не выйдет. Ежедневно в стране выявляют около 30 тысяч новых случаев. В последние дни, по нашим расчетам, каждые 30 секунд больной ковидом пациент попадает в больницу. Каждые 3 минуты – в реанимацию. 40% тех, кто попадает в интенсивную терапию, они моложе 65 лет. Это значительные показатели. И мы уже перешагнули пик госпитализации, который наблюдали в апреле. На 5 место в списке антирейтинга спустилась Россия, занимавшая долгое время четвертую позицию. В стране выявили уже больше 1 миллиона 800 тысяч инфицированных. За последние сутки зафиксировали новый антирекорд. Почти 22 тысячи новых случаев ковида. Какие меры принимают власти, чтобы выйти из кризисной ситуации, узнаем у корреспондента в России Дана Нуржана. Она сейчас с нами на прямой связи. Добрый вечер, Дана. Россия до последнего заявляла, что не будет вводить локдаун. Изменили ли власти свои решения на фоне нарастающего кризиса? Добрый вечер, Россия. Несмотря на то, что Россия бьет рекорд за рекордом, в печальном смысле, власти настаивают, что карантин вводить не будут. Сегодня об этом заявили и в Кремле. Сложной остается ситуация в Москве, где больше всего заражений. Здесь сейчас фиксируют 6 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Однако власти города заявили, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, запас коек в больницах еще есть. Поэтому здесь будут вводить частичные карантинные меры, частичные закрытия. Конечно же, ужесточат контроль за масочным режимом. Однако локдауна постараются избежать. Новые ограничительные меры вводят в Санкт-Петербурге. С понедельника здесь граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны будут уйти на удаленную работу. Им также рекомендован режим самоизоляции. Кроме того, закроются кружки и секции для детей. Дана, скажите, а как обстоят дела в регионах? В регионах врачи заявляют, что ситуация катастрофическая. Нет коек в больницах и лекарств в аптеках. Проблему признают и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ряде регионов нагрузка на системы здравоохранения просто запредельная. К решению этой проблемы подключили военное ведомство. Минобороны готовы развернуть временные госпитали в тех регионах, где это необходимо. И первый такой полевой госпиталь соорудили в Хакасии. Тем временем врачи заявляют о новой проблеме. Это сложность реабилитации после перенесенной болезни. Специалисты заявляют, что не стоит спешить выходить на работу после коронавируса. Ведь, возможно, неучтенные, незаметные патологии, которые могут дать осложнение после формального выздоровления. Пациенты 40-50 лет, достаточно хорошо, как им казалось, восстановившиеся после стационарного этапа лечения, вышедшие на работу и с изумлением столкнувшись с ситуацией, что они не могут выполнять свою работу. Они ощущают сильную слабость, астонизацию, нарушение внимания, нарушение координации. То есть, когда мы говорим о дыхательной реабилитации, в итоге получается, что мы занимаемся абсолютно комплексной реабилитацией. Процесс реабилитации должен занять не менее месяца, заявляют специалисты. Но здесь возникает другой вопрос. Готовы ли работодатели предоставлять такие длинные больничные? В целом, похоже, что Россия во вторую волну коронавируса выбрала шведский путь. Здесь ждут, когда у населения выработается коллективный иммунитет, но и надеются на вакцину своего производства. Асем? Спасибо, Дана. Об эпидемиологической ситуации рассказала Дана Нуржан. Ну, как мы видим, многие страны мира едва справляются, но вирус практически не поменялся. И как принимаемые против него меры тоже. Ну, вот как заявили ВОЗ, вирус, возможно, мы устали от ковида, но ковид, похоже, от нас не устал. Поэтому будем бдительными. Это точно, да. Вот я устала от новостей, связанных с коронавирусом. Ну, такова ситуация в мире. Что делать? Спасибо большое, Асим Хасенко, за ситуацию с пандемией в мире. Ну, а мы продолжим с другими темами. Касым Жумар Тукаев провел телефонный разговор с руководством Кыргызстана. Беседа состоялась по инициативе кыргызской стороны. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр республики Садыр Жапаров поблагодарил президента и весь народ Казахстана за неизменную поддержку и помощь в непростой период. Собеседники также подтвердили взаимное стремление к укреплению двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Касым Жумар Тукаев подчеркнул, Казахстан твердо привержен курсу на комплексное углубление союзнических отношений с Кыргызской республикой. Акимат Западно-Казахстанской области сэкономит 1 миллиард тенге, отказавшись от имиджевых мероприятий. До этого аппарат планировал события стоимостью 400 миллионов тенге в текущем году и по 350 миллионов в последующие два года. Вместо этих трат деньги направят на решение социальных проблем. При этом область остается дотационной. В регионе планируют отойти от зависимости от нефтегазового сервиса и развивать технологичную экономику. Положительного эффекта ждут и от развития экспортного потенциала. Наш регион является дотационной. В связи с этим мы уделяем большое внимание экономии бюджетных средств. В частности, внедрили трехлетние закупки, где компании сами инвестируют и сами сопровождают в течение трех лет то, что сделали. И это дает хорошее сокращение бюджетных расходов. Не все госслужащие Карагандинской области стали открытыми. Если в городе Садпаеве создали идеальный сервисный Акима, то в Жанаркинском и Улутауском районах они еще даже не открыты. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дюсибаев и глава антикоррупционной службы Денис Шакенов выехали в Жасказганский регион, чтобы проверить реализацию антикоррупционных проектов. Подробности в материале. Проект Адалды Каланы, который действует в регионе третий год, призван искоренять бытовую коррупцию и повышать доверие казахстанцев. Как налажена у госслужащих обратная связь с горожанами, антикоррупционная служба проверила в Жасказгане. Задача поставлена главой государства в послании. Это концепция слушающего государства. Открытый Акимат – показатель народности Акима, который должен организовать беспрепятственный вход для граждан и сосредоточить получение всех услуг в одном месте. Целью данной поездки является проверка качества работы фронт-офиса. В прошлом году мы открыли в городе Жасказгане сервисный центр «Открытый Акимат», где оказываются услуги для населения. И все это нами делается для воплощения задачи, которая поставлена главой государства. Я пришла в отдел земельных отношений, меня здесь проконсультировали. Очень удобно сделали. Можно получить все госуслуги в одном месте. Чиновники постепенно пересаживаются в прозрачные кабинеты. По задумке антикоррупционщиков, «Опенспейс» должен максимально сократить дистанцию между госслужащими и гражданами. В рамках концепции слушающего государства в Акимате у нас функционирует кабинет «Опенспейс». Здесь оказывается 25 услуг, которые подвержены наиболее коррупционным рискам. Однако открытые Акиматы есть не везде. По поручению председателя агентства по противодействию коррупции Олега Шпикбаева, Денис Шакенов порекомендовал чиновникам как можно быстрее перейти на сервисную модель в режиме «Опен Акимат». Марина Золотарева, Аслан Демизбаев, Карганинская область, Хабар-24. В Шымкинсе сотрудники антикоррупционной службы восстановили права 20 субъектов предпринимательства. Это результаты проекта по защите инвесторов и бизнесменов. Сейчас борцы с коррупцией сопровождают 35 проектов более чем на 75 миллиардов тенге. Предпринимателям помогают, а те в свою очередь должны вести свое дело честно и добросовестно. Как защищается бизнес в мегаполисе и что делают для его развития? Материали Катерины Попковой. За этим столом представители делового и надзорного органов на повестке «Защита бизнеса». В целом ситуация улучшается. Об этом говорят сами владельцы компании. В то же время существуют нерешенные вопросы. Чтобы избавить бизнес от излишних барьеров, сотрудники агентства по противодействию коррупции запустили собственный проект. Он позволяет представителям бизнеса не отвлекаться на контролеров, а больше внимания уделять клиентам. Сопровождают даже инвестиционные проекты, чтобы избавить инвесторов от необходимости давать взятки. Основным условием присоединения к нашему проекту является честное и добросовестное ведение бизнеса на территории страны. С начала года нами защищены права порядка 20 субъектов предпринимательства. В городе также создан Совет по защите прав предпринимателей. В этом году там провели 9 заседаний, где решали системные проблемы бизнеса. У нас на рассмотрение палаты предпринимателя принято более 200 обращений по линии защиты бизнеса. Из них более 150 обращений решено положительно в пользу субъектов предпринимательства. В режиме карантина обращений стало больше, но есть положительные сдвиги, говорят специалисты. Например, хозяева торговых центров снизили предпринимателям оплату за аренду помещений. Катерина Попкова, Шымкент, Хабар, 24. Около 700 проектов предпринимателей Алматы в этом году получили государственную поддержку. Она была оказана в рамках программ «Алматы. Бизнес-2025», «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса» и «Янбек». Проекты более чем на 200 миллиардов тенге реализованы в обрабатывающей и пищевой промышленности, а также в сферах образования, медицины и фармацевтики. Содействует в их реализации Центр предпринимательства «Колдал». Новый отечественный бренд «Алерма» был запущен недавно в Алматы и сразу же вышел на мировой рынок. Его теперь будут продавать на известном сайте «Алибаба». Ежемесячно здесь выпускают 1600 пуховиков. Было создано 70 дополнительных рабочих мест. Бренд принадлежит компании КЗСПО «Эн». Все это стало возможным благодаря государственным программам. Экономика простых вещей – это очень интересная программа, 6% кредитования. И мы в этом году использовали этот инструмент для пополнения оборотных средств. Мы брали 150 миллионов тенге. Отметим, что помощь в реализации многих подобных бизнес-проектов в Алматы оказывают в Центре предпринимательства «Колдал». За 10 месяцев текущего года в Центре предпринимательства «Колдал» обучено свыше 5000 слушателей. Из числа начинающих действующих бизнесменов разработано около 350 бизнес-планов. Порядка 400 проектов получили сопровождение выдачи разрешительных документов. А вот компания по производству мебели «Фурнита» получила 20 миллионов тенге на 7 лет под 2% годовых компании «Алматы Финанс». Все это удалось осуществить в рамках региональной программы «Алматы Бизнес-2025». В текущее время со стороны «Акимата» и компании «Алматы Финанс» сделаны все условия для роста и развития малого и среднего бизнеса. Компания планирует запуск шлифовального станка, который ускорит производственные процессы в два раза и позволит открыть шоу-рум. Еще 20 казахстанских женщин стали обладательницами безвозвратных грантов в рамках социального проекта по поддержке женского предпринимательства. Им вручили сертификаты на 4000 долларов. Церемония награждения прошла сегодня в столице на площадке 3-го республиканского форума сельских женщин Казахстана. Отмечу, за годы проведения конкурса обладателями гранта стали уже более 80 бизнес-вумен. Все они уже успели реализовать свои идеи в основном в сферах сельского хозяйства и малого производства. На встрече победительницы прошлых лет поделились историями своего успеха. Эти гранты и бизнес-идеи различного типа. Это и выращивание грибов, производство сыров, это и производство микрозелени, тепличное хозяйство. В общем, разные направления, но около 62% связано с сельским хозяйством. Есть и товары народного потребления, которые, скажем так, производят на селе. Построила птичник, там клеточное содержание у меня бройлеров. Вот уже с марта месяца у меня уже как-то прибыль. Планирую расширить больше свой бизнес, чтобы уже летом построить побольше птичник, чтобы уже содержать бройлеров напольные. Бояться не надо, надо все равно пробовать, стремиться. Если себе цель поставил, будешь стремиться, ну добьешься. А под лежачий же камень разве вода побежит? Ничего ж не побежит, и никто ж тебе не поможет. Многие ждут адресную социальную помощь. Но что ее ждать, когда можно? Можно. Трудиться и не лениться, и все-все получится. Сокращать неэффективные инвестиции и заменять их на более доходные поручил Нурсултан Азарбаев представителям фонда Самрук Казана. Это позволит увеличить поступление в бюджет за счет роста дивидендов. Вопросы о развитии ООО обсудили на заседании Совета по управлению фондом. Время сейчас непростое, а продолжает расти конкуренция и противостояние между крупнейшими странами. Есть риск, что под большое давление попадет и казахстанская экономика. Чтобы этого не произошло, нужно провести необходимые реформы. Ключевые цели уже определили. Они изложены в обновленной стратегии развития фонда до 2028 года. Главное – это переход Самрук Казана в среднесрочной перспективе к новому формату работы в качестве инвестхолдинга по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния. Напомнил Ельбасы и о беспрецедентных мерах по защите отечественного бизнеса, которые правительству приходится принимать в период пандемии. ...своих рынков и бизнеса. Было принято три пакета антикризисных мер по поддержке населения, бизнеса. Население это знает, мы этим все занимались. Но пандемия не отпускает. В этих условиях, как я говорил ранее, важно поддерживать наших предпринимателей, которые создают прежде всего рабочие места, доходы населению и вносят соответствующие средства в бюджет. На востоке Казахстана проходит традиционный гражданский форум. Регион – один из лидеров в стране по развитию неправительственного сектора. Именно здесь была зарегистрирована самая первая в Казахстане общественная организация – «Невада Семей». И сегодня их более полутора тысяч. Это самое большое количество в республике. Насколько активно они работают и какие решают проблемы, узнавала Анна Лесенбердина. Восточный Казахстан всегда был в авангарде гражданских инициатив в стране. Именно здесь впервые подняты вопросы местного самоуправления, внедрены инновационно-социальные технологии, общественные экспертизы. А деятельность общественного совета области легла в основу закона об этом институте. Мы одна из немногих областей, которая может похвастаться реально работающими МПО, опыт которых исчисляется уже десятками лет. Что говорит об их стабильности и эффективности. Поэтому на гражданском форуме самые именитые организации делились опытом, поднимали вопросы внедрения концепции слышащего государства, говорили о достижениях. Айо Жан Ашимова – председатель общественного объединения и сотрудник института анализа и прогнозирования, координирующего деятельность советов. К примеру, по инициативе общественного совета в нашей области в сельских поликлиниках были приобретены медицинское оборудование. И каждый год мы общественным советом проверяем, насколько оно применяется, используется. Сфера здравоохранения всегда в центре внимания общественников. Один из важных проектов здесь реализуется информационно-аналитическим агентством. Проект совместно с управлением здравоохранения и нашим онкодиспансером. Мы выезжали уже в Самарку, то есть это бесплатные приемы, бесплатная помощь. Не всегда с районов могут добраться до города. Это особенно важно в условиях пандемии. К слову, именно в это время активизировались волонтерские организации. За эти месяцы помощь по доставке продуктов и лекарств оказана тысячам семей. Лидеры этих объединений во время форума награждены медалями «Халов Алгаса». Завтра всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В Казахстане это заболевание признано социально значимым. По данным Международной федерации диабета, в республике с этим диагнозом живут более 735 тысяч взрослых. 14 ноября Диабетическая ассоциация страны проведет специальное онлайн-мероприятие для детей. Будут тренинги от психологов и мастер-классы по рисованию. Подробности у Шапогат Куатбековой. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом Международная диабетическая федерация отмечает ежегодно. И Диабетическая ассоциация Казахстана тоже решила поддержать детей с этим заболеванием. Мы создали специальную веб-платформу. Принимать участие в этой программе будут дети как Казахстана, так и Кыргызстана, Узбекистана и Российской Федерации. При поддержке нашего доброго партнера, компании Санофи, у нас есть наш партнер-психолог, который проведет тренинг для детей, я и другие, то есть как принять себя, свою разность с миром. Будет тренировка физическая для детей с подручными средствами, то есть рюкзаками, учебными материалами. Специалисты говорят, что диабет может протекать без явных симптомов. В этом и заключается его опасность. Очень актуальна становится своевременная диагностика диабета, так называемый скрининг на диабет второго типа. Поэтому, когда в поликлинике по месту жительства вас приглашают на скрининг, нужно обязательно пойти. Сущность этого скрининга заключается в том, что все лица, достигшие 45 лет, обязательно подлежат обследованию на выявлении диабета второго типа. Сахарный диабет в Казахстане лечат бесплатно все расходные материалы, лекарства и инновационные препараты, в том числе инсулин последнего поколения. Врачи отпускают пациентам в поликлиниках. Современная терапия позволяет достичь компенсации заболевания, снизить риск развития осложнений, а также повысить качество жизни пациентов. Памятник Абаю открыли в одноименном городе. В Карагандинской области продолжается череда мероприятий, посвященных 175-летию великого поэта и мыслителя. Подробности в следующем материале. В городе Абай на улице Абая теперь есть бронзовый Абай. Монумент высотой почти 9 метров. В Карагандинской области это восьмой по счету памятник поэта. Всего в области имя Абая носят 77 улиц, 12 учреждений и город. Абай – великий поэт, мыслитель, который оставил неизгладимый след в жизни каждого из нас. Через его творчество мы учились и продолжаем учиться мудрости, честности, патриотизму. Он помогает нам видеть и чувствовать красоту родного края. 175-летний юбилей Абай – это прежде всего повод для осмысления окружающей реальности, возможность проанализировать эволюцию казахстанского общества, его мировоззрение, культуру, принципы воспитания и образования, считают исследователи творчества поэта. Этому посвятили Международную научно-практическую конференцию. Она прошла в онлайн-формате. Здесь же презентовали книгу Абай Айтискера Аманжолу Альтаева. Размышлять на заданные Абаем темы карагандинцы будут очевидно чаще. Одна из улиц города теперь носит имя великого мыслителя. И, двигаясь по Абая, каждый задумается, точно ли мы идем по намеченному им пути. Юлана Чаус, Василий Савкин, Аслан Демизбаев, Хабар-24, Караганда. Каспийского тюленя занесли в Красную книгу Казахстана. Правительство страны внесло его в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. И это неудивительно. Тюлень – единственный представитель морских млекопитающих в фауне Каспийского моря. За 100 лет его численность сократилась с 1 миллиона до 100 тысяч особей. Сейчас ученые прикаспийских стран проводят совместные исследования, чтобы сохранить численность уникального морского обитателя. К примеру, в прошлом году в Актау заработал первый в Казахстане центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. А далее смотрите авторскую программу Асобека Абдулова «Новый курс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова